В эфире библейский портал Экзегет. Правильно ли праздновать Новый год с бомжами, оставив при этом свою семью без праздничного стола? Спрашивают нас. Вы знаете, в притче о страшном суде, который изложен в Евангелии от Матфея, говорится о том, что мы должны проявлять инициативу и искать, кому можно помочь. А в притче о богаче и Лазаре, я напомню, что богач был осужден не за свои блистательные пиры, не за парфиру, в которой он облачался, а за то, что ему было совершенно все равно, что рядом от голода и болезни страдает человек, помочь которому совершенно не составляло никакого труда. Поэтому, конечно, мы должны искать тем, кому мы можем помочь, находить этих людей и помогать им. Другое дело, что привезти в дом такого человека можно не всегда. У него может быть туберкулез, у вас могут быть больные дети, могут быть другие какие-то опасности. Он может себя повести неадекватно. Вот мы при нашем храме некоторое время назад открыли пункт раздачи одежды. Для малоимущих. Наши прихожане собирали эту одежду, сортировали, были люди, которые раздавали, а через некоторые мы этот пункт закрыли. Потому что охрану нанять у нас нет, средств в храме. А после того, как человек не получил ту одежду, которую хотел один такой посетитель, он с ножом бегал по храму за пожилыми работницами свечного ящика. И мы поняли, что мы этого не можем сделать. Но кому-то мы можем помочь. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вот эти знаменитые слова апостола Иакова. Вера без дел мертва. Конечно, мы можем помочь. Домой не можешь привезти, но ты можешь пойти купить ему горячую курицу, гриль, и отдать им, просто вынести ему из магазина. Ты можешь купить ему то, что ему нужно. Вот он сейчас, у него тоже Новый год, он помнит, что в детстве это был праздник. Ему хочется чудо. Но купи ты ему эту еду. Дай ему, он будет счастлив. Он не умрет от холода и от голода в эту ночь или не совершит преступления. Но поскольку Новый год – это семейный праздник, все-таки мне кажется, что если у вас семья и дети, или если у вас пожилые родители, которые вас ждут в этот день, может быть, они не христиане, они не постятся перед Рождеством Христовым, к ним обязательно надо поехать. Если кто о своих ближних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника, говорит апостол Павел. Мы должны печься от своих ближних прежде всего и оставить возможность помогать остальным. Иногда бомжи не хотят курицу, они хотят водку. Даешь ему деньги. Или говоришь ему, пойдем, я куплю тебе еду. Он говорит, нет, дай мне денег просто. Еду я сам себе куплю. Вот участвовать в этом мы не можем. Мы не можем, допустим, я священник не могу дать пожертвованным в храм деньги для того, чтобы человек согрешил винопитием. Но если есть возможность накормить человека, то это прекрасно. И в притче о страшном суде Господь наш нам сказал, что мы за это услышим, придите благословение отца моего, наследуйте царство, уготовлено от сложения мира, потому что вы меня накормили под видом этого голодного. Конечно, поэтому надо хвататься за эту возможность. Просто надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!